Сегодня в Ледовом дворце Чебоксара-арена чествовали Елену Николаеву. Прославленная спортсменка отмечает юбилей. Накануне ей исполнилось 50 лет. Яркие страницы биографии чемпионки вместе с виновницей торжества перелистал им и коллега Дмитрий Ковалев. Свою судьбу со спортом Елена Николаева решила связать еще в школьном возрасте. Уже с малых лет она стала выступать на соревнованиях районного уровня. Но и первые медали всесоюзных чемпионатов не заставили себя долго ждать. Ведь Николаева признается, что больше всего ее закаляли поражения. Бывают и поражения, и победы бывают. Но, конечно, бывают после поражения моменты такие. Иногда хочется даже неохота было выходить на тренировки. Но пройдет пару дней там, потому что ты осознаешь, ради чего ты столько лет тренировалась и тренируешься. Если даже мне спросить сейчас, чем бы я в жизни кроме спорта занялась бы, я, наверное, уже не могу даже ответить. Потому что это вся моя жизнь. Полвека уже как бы позади. Поэтому спорт мне очень дало много. В 83-м году Николаева стала мастером спорта, а спустя несколько лет уже одержала победу на спартакиаде народов РСФСР. На Олимпийский педестал спортсменка поднялась в Атланте в 96-м году. Тогда на победу претендовало 44 ходока. Но именно Елена Николаева преодолела первой 10-километровую дистанцию. Вот как это было. Сегодня в ее багаже есть медали чемпионатов Европы и мира. Сейчас она трудится тренером. Поздравить Елену Николаеву в Ледовый дворец пришли ее воспитанники, родственники и коллеги. Сейчас она является заместителем председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного совета. Но своей главной наградой прославленная спортсменка называет недавно родившуюся внучку. Четыре месяца как внучке уже, как бабушке уже. Поэтому вся дальнейшая жизнь я буду стараться, чтобы мои дети, мои внуки, я надеюсь, будет не один внук, чтобы они полюбили спорт. Дмитрий Ковалев, Росиль Мухаммедов, Республика.